27 июня в Российском национальном музее музыки в Москве открылась выставка «Быть с веком наравне», посвященная столетию со дня рождения народного артиста СССР, всемирно известного азербайджанского композитора и педагога Кара Караева. Обширная экспозиция делится на три раздела. Посетителей знакомят с детством музыканта и его семьей, национальной культурой Азербайджана, оказавшей колоссальное влияние на его творчество. Второй раздел повествует об учебе Кара Караева в Московской консерватории в классе Дмитрия Шостаковича. Это период творческого поиска композитора, в котором отразилось его стремление создавать музыку, достойную своих учителей. Завершает выставку рассказ о наиболее значимых произведениях композитора, принесших ему широкую известность. Кара Караев воспитал целую плеяду выдающихся музыкантов. Среди его учеников был и нынешний посол Азербайджана в России, певец палат Бельбюляглы. Да, судьба сложилась так, что я стал потом чиновником, министром культуры, потом послом. Но то, чему нас учил Кара Фач Караев, не только музыке, но и человеческим отношением, и отношением к своему творчеству, к тому, что ты делаешь, отношение к людям. Вот это остается на всю жизнь. Аташе по культуре и туризму посольство Нигера Хундова передала дирекции музея поздравления от Абульфаса Гараева, министра культуры АЭР. Внимание к творчеству великого композитора я оцениваю как знак уважения всему азербайджанскому народу и его древней культуре. Несомненно, эта выставка станет не только значительным художественным событием, но и важным символом продолжения культурных и творческих связей между Россией и Азербайджаном. Кульминация выставки – портрет композитора, созданный народным художником СССР Таиром Салаховым. Я очень благодарен, что столетие Кара Караева, с которым я дружил, с которым имел счастье видеться и служить ему. Сегодня я нахожусь на открытии этой замечательной выставки. Мероприятие организовано при поддержке Министерств культуры России и Азербайджана, посольства республики. При участии фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, Третьяковской галереи, музея Большого театра и многих других. Я вам скажу, что это символические лабиринты, связанные с музыкой современной. Выставка очень полно и красиво раскрывает этого необыкновенного композитора, основоположника композиторской школы Азербайджана. Он продолжит традиции первого азербайджанского композитора и первого композитора на мусульманском Востоке, великого Узира Гаджибекова. Часть экспонатов была предоставлена членами семьи Кара Караева. У нас были достаточно близкие и даже дружеские отношения, хотя я сожалею о том, что дедушка ушел достаточно рано, и мне не удалось уже в сознательном возрасте с ним общаться. Он был очень интересный собеседник энциклопедических знаний. О наследии композитора поведал директор Музея музыки. Его вклад, который внес в мировую музыкальную культуру, его, конечно, трудно переоценить. И учитывая то, что в нашем музее хранится большой фонд Кара Караева, и у нас есть что показать, и его музыка, которая известная, и которая никого не может оставить равнодушно, поэтому у нас не было никаких сомнений, что обязательно нужно включаться в празднование его юбилея, столетия. На вернисаже также прозвучали отрывки из произведений Кара Караева – экспрессивных, эмоциональных, красочных. Выставка ждет своих посетителей до 26 августа. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.